Всем привет, меня зовут Задай, сегодня мы с цветочком будем строить испытания, ребята. Конечно же, мы построим сначала домик, а потом мы будем этот домик защищать испытаниями. А в конце наш противник попробует пройти эти испытания, короче, ребята. Поэтому не будем вас задерживать, и мы погнали, ребята, проходить наше испытание. Сейчас, давайте я для начала построю такой вот домик, ребята, да? И так устанавливаем домик, у меня будет он не совсем красивый, поэтому мы его просто делаем такую бочку, ребята. А потом уже мы делаем крышу для этой бочки. И на этой территории мне нужно установить защиту для домика, ребята. Домик я буду защищать несколькими способами. А именно, какими способами, вы сейчас и узнаете. Для начала дверь. Ну, дверь открыть займёт несколько секунд, я думаю, вот. А именно, далее мы ещё должны будем установить лаву, ребята, это обязательно. Но мы сначала отпустим один блок вот тут вот, чтобы у нас было небольшое расстояние. Чтобы наш домик не подгорел, потому что он деревянный. Конечно же, лучше бы делать, надо было его из булыжника. Поэтому, ребята, надо было делать наш домик из булыжника. Ну, да теперь всё равно, потому что уже мы построили наш домик, а теперь мы обстраиваем такую лавовую речку. Чтобы надо было её перепрыгнуть нашему цветочку, чтобы она не смогла, естественно, пробраться к нам в наш домик замечательный. Вот. А далее, следующей защитой у нас будет являться, знаете что, а именно, у нас будет вода. И под этой водой будет находиться, знаете что, и под этой... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте заберём вот такую вот замечательную траву и установим вот сюда. А далее вот тут мы устанавливаем тоже такой же овраг, чтобы потом налить туда воду. А именно там у нас будут уже такие штучки, которые притягивают. Я пока что не помню, как они называются, но всё равно. Всё равно. Они будут притягивать воду, ребята. Но они находятся в воде, ребята, и притягивают. Когда ты находишься в воде? Итак, давайте найдём эту штучку. Вот она, блок магмы, да. И именно берём ещё воду, ребята. Также устанавливаем такую же штучку вокруг. И у нас уже почти время не закончилось, ребята. Время уже почти закончилось, и время выходит, ребята, из-под контроля. Поэтому давайте быстренько нальём сюда водички, чтобы потом взять и туда этот маговый блок засунуть, ребята. Вот тут мы вот так вот установим, и примерно за красную линию нам заходить нельзя. Вот такой вот у нас челлендж. И у нас меньше должно быть, ну, короче, маленькая территория для защиты дома, что и поспособствовало сложностью данного челленджа, ребята. Поэтому давайте далее тут устанавливаем блоки магмы, а потом мы установим такие водяные блоки. Я думаю, то что, чтобы пройти в мой дом, нужно будет минут... секунд так 10, наверное, не знаю. Ну, не знаю ещё, что получится у цветочка. Но мы сейчас вот узнаем с вами об этом, что же произойдёт. Пока мы сейчас установим у себя защиту, чтобы цветочек не смогла зайти сюда, ребята. Это замечательно, очень прекрасно. Мы устанавливаем ловушки против цветочка. Следующий у нас будет уровень... Нам надо будет сделать препятствия, чтобы проходить. А тут уже защита, ребята. Ну, совсем другое будет. Но вы можете подождать. И примерно уже время у нас закончилось, ребята. Время закончилось, поэтому погнали посмотрим, что же получилось у цветочка. Давайте открываем дверь и посмотрим, что же получилось у цветочка сделать за такой короткий промежуток времени. Давайте берём и открываем эту штучку. А далее открываем и... А где защита? Где защита? Защиты нету, ребята. Защиты нету. Ну да ладно, ребята. Давайте посмотрим, за сколько она пройдёт в мой домик. Давайте, проходи, цветочек. Проходи. И ты должна будешь пройти в мой домик. И насколько быстро ты сможешь прийти в мой домик, и я должен буду... Насколько быстро я должен буду войти в твой домик. Давай, проходи, проходи. И... И... Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И за восемь секунд примерно ты зашла в мой домик. А теперь давайте посмотрим, за сколько я зайду в твой домик. Один. Два. А где тут дверь вообще? А тут двери нету. Я всё, я всё, я проиграл, походу, да. Я проиграл. Я проиграл благодаря тому, что у неё не было двери вообще. Надо было сделать дверь. Ну, как бы сказать, что у меня получилось довольно-таки сложнее. А теперь нам предстоит с цветочком сделать небольшое препятствие в стиле лабиринта и так далее. В конце будет у нас ждать домик, ребята, и мы должны будем пройти ловушку врага, ребята. Давайте, мы для начала, я установлю штучку, чтобы цветочек она смогла, не смогла, ну, чтобы цветочек как можно дольше шла по моей штучке, ребята. Поэтому давайте устанавливаем нашу замечательную дорожку. И давайте он будет у нас состоять из булыжника, потому что булыжник это... И давайте у меня будет состоять из такого лопатного штучки, ребята. Вот, по этой тропинке надо будет идти, ребята, нам, чтобы добраться в наш домик. А в конце у нас будет домик, и мы должны будем зайти в наш домик в конце. Конечно же, для начала надо будет пройти испытание, которое мы сейчас построим нашим врагам, ребята. Ну, короче, мы сейчас установим испытание, и должны будем пройти потом испытание свои. Вот тут вот я установлю домик, в который... Ну, от домика это совсем не зависит, ребята, поэтому домик это сейчас не важно, ребята. Поэтому давайте быстренько установим вот такой вот какой-нибудь домик, чтобы можно было просто зайти, ребята. Потому что самое главное, то, что нам надо сделать, это чтобы наш враг зашел в наш домик. И только из-за того, что цветочек зайдет в мой домик, я проиграю, ребята. Вот. Но смотря, сколько времени пройдет, ребята. Если я быстрее смогу найти домик цветочки, чем она сможет найти этот мой домик, то к тому же я смогу победить, ребята. Так вот, ребята, это довольно-таки сложно и запутанно. Ну, да ладно, ребята, давайте начнем уже строить наши препятствия, потому что времени не так-то много у нас и осталось, ребята. Поэтому давайте далее продолжаем, и сейчас я найду какую-нибудь штучку. Давайте именно лаву, ребята, тут выставим, чтобы, короче, как говорится, ну, как сказать, чтобы цветочек перепрыгивало нашу лаву, ребята. Потому что, ну, как говорится, можно ходить только по этой дорожке, ребята. Вот таковы правила, ребята, только по этой дорожке можно ходить, ребята. Поэтому давайте быстренько установим и возьмем, установим тут лабиринт, ребята. Мы начнем тут устанавливать лабиринт. И давайте придумаем, как будет у нас расцветляться наш лабиринт. Надо будет придумать, чтобы он как можно лучше выглядел, ребята, и как можно лучше бы заканчиваться и появлялся, ребята. Потому что лабиринт – это очень важно, ребята, что у нас есть, ребята. Поэтому надо сделать так, как можно было сложнее, ребята. Как можно, чтобы этот лабиринт был сложнее, чем это является само собой, ребята. Поэтому давайте далее продолжаем и устанавливаем. Далее, всё, ребята, да. Далее, ребята, мы берём и продолжаем устанавливать наши замечательные доски, чтобы сделать наш замечательный лабиринт. И пока я его устанавливаю, ребята, вы можете поставить лайк, если вам понравился этот ролик, и подписаться на канал тоже. Не забудьте, а также не пропускайте мои новые ролики. Нажмите на колокольчик. Короче, далее продолжаем. И у нас тут есть немного тупиков. Давайте настроим, чтобы у цветочка меньше было шансов пройти, ребята. И чтобы были хоть какие-то либо тупики. И чтобы цветочек, она долго смогла искала наш проход, ребята. Вот, у нас уже большой, у нас лабиринт уже большой получился. Я даже не знаю, пройдёт ли цветочек это всё или не пройдёт, ребята. И что же получился у цветочка? И как же я пройду у неё все испытания, ребята? Так, ребят, давайте далее продолжаем и устанавливаем наши замечательные лабиринты. Правда, у нас лабиринт довольно-таки долгий, но я не уверен, что у цветочка получится сложное что-нибудь, ребята. Поэтому давайте, давайте даже не торопимся, но лабиринт мы должны будем установить как можно лучше. Потому что чем хуже он будет, тем быстрее цветочек пройдёт его, ребята. Конечно же, всё у нас получилось в полной жё... Но ничего, ребят, страшного. Поэтому давайте. Вот тут мы вот так закроемся. И в принципе, в принципе, лабиринт у нас получился довольно-таки прекрасный, потому что лабиринт у нас получился нормальный так себе, да. Прикольный лабиринт у нас получился, а вот тут вот мы установим такие бедроковые штучки, чтобы цветочек уж точно не обошла, ребята. Ну, хотя всё равно можно только по этой тропинке идти, ребята. Препятствия у нас, конечно же, есть. Я думаю, замедлит её немного хотя бы препятствия из лавы. Но я не уверен в том, что эти препятствия из лавы её как-то остановят. Но примерно у нас уже всё, ребята, всё. И теперь мы наверняка будем смотреть, как же получилось у неё, ребята. Потому что я уже всё почти что установил, ребята. И у нас осталось только сделать наши замечательные штучки, ребята. Штучки нам нужны, штучки нам нужны. И вот так вот замечательно устанавливаем наши замечательные штучки. Лабиринт у нас будет довольно-таки не очень красивый, конечно, но всё же он будет довольно-таки сложный. Я буду пытаться сделать так, чтобы лабиринт был как можно сложнее, потому что чем легче будет лабиринт, тем будет скучнее, ребята. Поэтому давайте, ребята, ну примерно уже у нас всё время заканчивается, ребята. Поэтому давайте всё последнее время просто выкачиваем. Всё, ребята, выкачиваем. Абсолютно всё отстраиваем, ребята. Так вот, ребята. Далее мы берём и устанавливаем наши замечательные штуки, ребята. Давайте возьмём и всё, ребята. Время заканчивается. И цветочек какой же у тебя получился? О, ребят, посмотрите, как получился цветочка. И давайте наверняка сейчас я поставлю себе вышивание и попробую пройти прохождение цветочка. Какой получился? У цветочка такой вот на ближайшее время учился лабиринт. И не лабиринт, а препятствие, ребята. Давайте проходим и... Один, два, три, четыре, пять. Ребята, и за пять секунд я успел. Ладно, давайте, ребята, теперь посмотрим, как пройдёт наше уровень цветочка. Цветочек посмотрим, как пройдёт, ребята, сейчас. Так, далее. Давайте цветочек нахочиненный отсюда и идти ровно по дорожке. Так, цветочек уже проходит первые паркуры. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тут примерно уже цветочек проиграла, ребята. Но давайте всё равно посмотрим, пройдёт ли цветочек мой лабиринт, ребята. Давайте подождём, пока она будет проходить мой лабиринт. Ну куда же ты, куда же? Вот, а теперь мне надо бы... Надо теперь пройти этот паркур цветочек. И надо пройти, вот. Паркур, проходи теперь. Деньги у нас установили, и паркур, наконец-то, проходит цветочек, ребята. Вот так вот проходит, и всё, ребята. Ну, 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 можно сказать, что я победил в этом, да. Потому что, ну, цветочек, давай уже паркур, проходи, это же легко. Ну, давай, 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 давай. И... Ура! И цветочек проходит, но всё же... Прошёл всё же я быстрее цветочка уровень. Но всё же у цветочка получился довольно-таки красивый уровень. Поэтому, ребята, вы можете, опять же, написать в комментариях, какой уровень по красоте получился красивей. И по сложности. Ну, я думаю, по красоте у цветочка красивее, а по сложности получился у меня тяжелее. Ну, я с вами прощаюсь. С вами был цветочек и Зигзай. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.